Снег заметает крыльцо Волжского социального банка. В окнах нет света, у дверей не толпятся вкладчики. Все инвесторы отказались спасать банк. Слишком велики долги. Кредитное учреждение осталось без лицензии. Причиной провала стала целая паутина мошеннических схем. Об этом рассказали на пресс-конференции в областном правительстве. Процентов 40 кредитов выданных могут оказаться фиктивными. Представляете, а что значит фиктивные кредиты выданы? Деньги выдавались не конкретные люди, а куда-то уходили. И причем это была целая система. На пороге банкротства всю минувшую неделю находился и другой банк «Солидарность». Как отметил зампредседателя Банка России Михаил Сухов, руководство финансового учреждения не справилось с ситуацией, одна из причин которой – последствия кризиса 2008 года. Лопнуть банку не дадут, его решено сонировать. Банк России уже предоставил 3,5 миллиарда рублей кредита. Агентство по страхованию вкладов предполагает предоставить 2,5 миллиарда рублей. И мы считаем сумму 6 миллиардов рублей достаточной для того, чтобы решить проблемы, связанные с качеством активов этого банка и одновременно поддержать ликвидность. Сейчас банк «Солидарность» работает в обычном режиме. Все клиенты, включая вкладчиков, могут и дальше пользоваться его услугами. Лично для меня это хорошо, что он сохраняет свое существование. У меня не вклад в этом банке, у меня просто зарплатная карточка здесь. Не лопнет, сохранит вклад. Вклад сохранит, самое главное. В целом участники пресс-конференции оценили ситуацию в банковской сфере как спокойную. К другим банкам региона у Центробанка нареканий нет. Что касается Волжского социального банка, вкладчики смогут получить страховые выплаты до 700 тысяч рублей уже через две недели. Банк-оператор будет определён в ходе открытого тендера. Павел Баймаков, Мария Иваткина, Дмитрий Тарасов. События.